Друзья, мне в очередной раз понадобился икрей и поработаем сегодня опять с пенопластом. Друзья, ну а как вы думаете, поместится вот эта кучка, вот в половину стаканчика с ацетоном? Пишите сразу мнение и посмотрим с вами, кто из вас был прав. Ну а я буду показывать, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, такая уже масса стала тягучая и уже плохо-плохо растворяется ацетон. Но, тем не менее, он еще растворяется. Так что все шансы, кто сказал, что он просплавится, еще есть. Просто может по объему не поместиться этот стакан. Уже все. Больше нет, больше, плохо-плохо-плохо. Он, конечно, растопит в конце концов. Сейчас я перемешаю, все это растает, конечно, внутри. Но уже даже не хочу мучиться, это будет долго. Конечно, можно помучиться и вот эту часть доплавить. Но уже такая, смотрите, какая густая. Он сразу сохнет, смотрите. Смотрите, сразу пластик. Ацетон испаряется и сразу получается у нас пластик. Смотрите, интересно, какая густая. То есть, можно сказать, уже снаружи высохла. Ну, это мощнейший клеем, на самом деле, мощнейший. Давайте еще раз проверим. Возьмем, склеим две палочки. Это лучше, наверное, кажется, со столярного любого склея будет. Просто у меня очень сейчас густой, конечно. Сейчас мы вот так вот со смещением сделаем. И вот так вот прям оставим сохнуть на часик на два. Так, друзья, почти все у нас поместилось. Чуть-чуть не помещается. То есть, да, как бы, можно сказать, все победили, кто сказал да. Ну и кто сказал нет. То есть, ничья. Получилась вот такая вот масса, которую можно плотно и герметично закрыть, и она будет стоять долго и долго. Ничего с ней не будет. Вот, например, в растворителе. Это уже стоит смесь уже больше месяца. То есть, с ней ничего не случилось. Но это немножко другая смесь. Это в растворителе было сделано. Если вам интересно полные ролики с тем, что я делал с пенопластом, посмотрите в описании. Переходите на канал, подписывайтесь, посмотрите. Так, спустя часик вот такая вот скорость, когда она еще не засохла. Вот, видите? Коротко засохшая. Ну, посмотрим. Руками, руками не разорвать. Ах ты же! Возьмем стаместочку. Как видите, волокна дерева пооткрывались. Да, то есть, клеит хорошо. Жижа у нас вот такая вот. Сверху корочка. Я думаю, что не будет выпускать воздух. И даже можно, наверное, не чем-то закрывать, потому что сверху корочка, не будет пропускать кислород. И вот эта жижа, вот пластиковый клей, внутри будет не застывшим. Потому что, видите, здесь пленка такая полностью. Можно хранить, наверное, и так. Не знаю, как вы думаете, можно так хранить или нет. Напишите ваше мнение. Я надеюсь, вам ролик был интересен, полезен. Если да, палец вверх, комментарий. И до новых встреч. Пока-пока.